Привет, Peloton, с вами Z. Сегодня я вам покажу 5 редких и очень дорогих машин Forza Horizon 5, так что устраивайтесь поудобнее и мы начинаем, погнали! Перед началом нашего топа хочу вам всем рассказать про сервер своего друга, который носит название Forza Horizon 5. Помимо ламповой атмосферы и активного чатика, вы здесь найдете соревнования и венты каждую субботу в 18.00 по московскому времени на кастомных трассах. И все это будут организовывать админы сервера. На таких мероприятиях вам не обязательно быть каким-то просто суперскейловым пилотом, нет, средний уровень тоже подойдет, чтобы просто насладиться гонкой. Также сможете тут найти кампанию для прохождения сезонов, а что, почему нет, ссылка на сервер сейчас будет сверху по подсказке, а также найдете ее в описании к этому ролику. Ну и если будете особо активным на этом сервере, в ивентах, то вам будут делать всякие плюшки в виде игр в стиме, карточек Xbox и даже денежных наград. Так что кому интересно хорошо провести время в игре, ссылочка опять же в описании. Ну а мы переходим к топу тачек. По пятой части это уже четвертый ролик в подобном формате про топы самых редких и дорогих тачек, где я вам показываю опять же эти самые редкие машины и рассказываю про них и накидываю еще инфы поверх. Чаще всего эти редкие тачки, которые появились в сезонах или в суммарном прогрессе всех сезонов из обновы, например, как Sierra 700R или Subaru Brat в обнове, который сейчас. Также такие тачки редкие могут дропаться как награда за сбор всех машин одной марки в коллекции, или же вы можете выбить ее, пройдя историю. Я сейчас, ну к примеру, про тот же Драговый Бешеный Жук. Нужно понимать, что такие машины иногда появляются на аукционе, так как их опять могут начать раздавать в тех же сезонах или в том же Фарзатон Шопе. В таком случае они, да, появляются не то что большим потоком, а бывает и большим на аукционе и цена на них снижается. Но сегодня я вам покажу пять машин, которые почти не появляются на аукционе и каждый из них обойдется вам в 20 миллионов кредитов игровой валюты. И если у вас нет таких машин, но есть желание приобрести, то я вам сейчас покажу пять классных машин. Давайте погнали. Начнем с Audi RS7 2021 года, который давалось пока что только один раз в осеннем сезоне 12 обновы за 20 очков его прохождения. В основном тачку строят в А-класс и у нее есть один недостаток, то есть типичный недостаток для полного привода в виде андерстира. Но он не такой ярко выраженный и вы всегда при желании можете это поправить, настроив машину сами или же скачав чужой тюнинг. Также у нее очень крутые отстрелы и звук у машины просто потрясный. Ну и про обвес от ABT, вроде так называется эта компания, которая сделала это, тоже не стоит забывать, в нем тачка выглядит очень сасно. В целом мне самому тоже очень симпатизирует эта тачка и всем вам советую ее купить, правда уже за 20 миллионов и ее нету почти на аукционе. Но все же советую попробовать, если у вас ее нет, найти на аукционе и купить. Далее у нас к делу Аклиму и да, это лимузин. На аукционе почти нет, он появлялся только один раз в пятой части в 15 обнове в зимнем сезоне, то есть вот прям вот недавно в конце 2022 года. Стоит он на аукционе 20 миллионов и я не особо люблю такие огромные машины в гонках юзать, как тот же например у Нимок в какой-то шоссейке, да? Так что я сделал это все дело по дрифту, так как свапнуть сюда можно четырехсекционный роторный мотор, звучит хайпово, как говорится. Но кстати он появлялся еще в четвертой части, в прошлых частях вот до этого не помню, то есть это не новая машина, она была ну как бы до этого. Ну а мы переходим к следующему аппарату, который вызывает у меня лишь смешанные чувства и скорее всего в плохом смысле этого. Это EXPENG P7 или как меня кто-то шарящий в комментах поправлял, Сяо Пенг П7, да, по-китайски вот так это звучать будет. Это электрический китаец появился в V11 обновлении весной за 20 очков в прохождении этого сезона, далее нигде не появлялась эта бричка. Про курс разрабов добавления китайских тачек ничего говорить не буду, мы сами все про это прекрасно все знаем. А вот про то, что максималка в А-классе для Шисеки оставляет тут желать лучшего, вот тут да, вот я б сказал конечно. И ничего главное с этим не поделаешь, так как всего одна по-моему педерач у нее, когда сейчас записываю ролик уже не помню. И если ее тупо растянуть, то ты тоже особо от этого ничего не получишь, так как она будет, ну, медленная в разгоне. Так что блин, максимально ущербная машина, которую нельзя почти нигде юзать, кроме каких-нибудь городских коллекций с очень крутыми поворотами. На аукционе 20 миллионов будет стоить и почти тут нету их. Кстати, в этом ролике не буду показывать вам аукционы, просто потому что там реально нету этих машин. Вот, все вот так просто, потому что, ну, а что вам это показывать, если там их нет? Идем к следующей тачке в нашем списке, это AMC Jivelin. Тачка, которая была во всех частях Харайзена, начиная с первой и вот, ну, собственно, до пятой. Это, кстати, к вопросу о том, что нам говорят, что это реально новые машины, добавляют их аж из первой части еще. Ну и Jivelin может очень даже сасно выглядеть, если его прокачать, занизить. Также, на мой вкус, он хорошо едет в Б-классе на White Wall. Но тут уже опять же, кто на чем катается и кто как на чем катается. Появился этот пепелат с пятнадцатой обнови летом за 20 очков в прохождении, собственно, летнего сезона. Далее нигде его не было. Так что да, реальную ценность этот AMC имеет. И если хотите по снайпить его на аукционе, то флаг вам в руки, сидите, обновляете аукцион и имейте при этом при себе 20 лямов. Последняя тачка на сегодня это Eagle Speedster. Просто божественная машина для А-класса. Для серьезного. На ралли резине она настолько сбалансирована и для шоссе, и для улицы. Вот она очень прям хорошо, ведь просто чудо автомобиль. В ней вообще все хорошо, начиная от внешнего вида и заканчивая звуком стокового мотора. А я вам советую его оставить и сделать что-то вроде пуриста. Это очень хороший мотор, поверьте. До факту это переиздание старого Ягуара, но с современными технологиями, материалом. Вот в принципе-то и все, вся история этого автомобиля. Появился он всего лишь только один раз, в 13 серии летом за 20 очков. Но машина просто сказка, реально поверьте. Кстати, этот пепелац был до этого в первой и потом только в четвертой части. Ну и соответственно в пятый раз уж я вам показываю про пятую часть, и тут машина это фигурирует. На аукционе стоит такая колесница богов, 20 мультов соответственно. Но и также вам придется посидеть и пообновлять этот самый аукцион. И если повезет, как и почти со всеми другими машинами из этого ролика, то вы где-то за 20 минут выберете себе такую машину, соответственно потратив на это 20 миллионов. Что же, если говорить про машины сегодняшнего видео, то они все поголовно редкие hard to find тачки сезонов. Если хотите собирать такие машины, но не знаете как проходить сезоны, потому что они именно там даются в большинстве своем, то сверху подсказка на полный гайд по сезонам. Всем советую глянуть, у кого есть какие-то вопросы по этому, и соответственно немного в этом плане развиться. Так что вот подсказка сверху была, или вот прям сейчас будет. Ну и мы будем с вами на этом закругляться, так что не забудьте поставить лайк под это видео, чтобы продвигать его в массы и в реке, а также подписаться на канал. Не забудь, если еще этого не сделал. Ну и пиши в комменты, какие тачки окажутся в следующем ролике по этой теме. То есть самые редкие и самые дорогие тачки. Ну и всем пока, пелотон, всем хонды. Субтитры сделал DimaTorzok